Добрый день, дорогие друзья! Хотел бы сказать несколько слов насчет недельной главы Шмини, которая приближается к нам в ближайшие дни. И на тему того, что... Вообще, давайте скажем предисловие, что сейчас у нас Порошад Шмини занимается тем, что Мушарабену 7 дней разбирал и собирал скинию и заново приносил жертву и так далее, и так далее. Это было как часть обновления скинии, Мешкан. И в восьмой день уже пришло время священникам Коэн, Коаним, Аарона Коэна и его сыновья прийти в скинию, в Мешкан и начинать приносить там жертвы, искуплять грехи еврейского народа и так далее. То, что произошло, что после того, как Аарон и его сыновья принесли все жертвы искупить свои лишние грехи и грехи еврейского народа, надавая Беу два сына Аарона, взяли совок, положили на него воскурение, взяли огонь жертвенника и принесли это воскурение как жертва для Всевышнего. В чем была проблема? Проблема в том, что Всевышний не сказал это делать. Все. Только это. Им никто не сказал этого делать. Никто не сказал, что это нельзя. Но было нельзя это делать. Не было указано это делать. И за это они получили смертельное наказание. На месте Всевышний их забрал к себе. Вопрос такой. Неужели нельзя было отложить наказание за этот грех на какой-нибудь другой день? Почему? Потому что сейчас же большой праздник. Наконец-то вышли из Египта, получили тору, построили мешкан. Можно приносить жертвы. Шхена спустилась в еврейский народ. И сейчас Надавы Авиу умирают. Это портит все торжество. Можно было бы отложить. Более того, мы видим, что один раз уже Надавы Авиу получили наказание, указание, как сказать, получили приговор к смерти. Когда это было? Это было во время Дарване Тора, когда все стояли вокруг горы. Написано, что Надавы Авиу и старейшины поколения посмотрели на Всевышнего. Что это такое? Я не знаю. По крайней мере, написано, что Лой Рани Адам Вахай. Всевышний говорит, что невозможно, чтобы было такое, что человек меня увидит и будет жить. И поэтому и Надавы Авиу, и старейшинам был смертельный приговор. Но что? Всевышний отложил этот смертельный приговор. Для чего? Чтобы не портить праздник Дарване Торы. Вот и, пожалуйста, пример, что Всевышний отложил смертельный приговор, чтобы не портить праздник. А здесь, что был еще тоже очень великий праздник. Написано, мудрецы говорят, что это день восстановления Мишкана, это был как день творения мира. Это как будто бы сейчас восстановился заново мир. и это на самом деле большой праздник. Почему же тогда Всевышний не отложил наказание? Это наш вопрос. Ответ на этот вопрос очень простой. И расскажем притчу для того, чтобы объяснить этот ответ. Один царь решил построить новый город. когда город был завершен, жители въехали в город и сделали большой праздник. Сам царь приехал участвовать на торжестве. И в течение торжества царь спрашивает жильцов, жителей этого города, если есть какой-то недостаток, если есть что-то, что нужно еще поправить и исправить. все молчат, все идеально, все сделано на сто процентов. Но тут стоит один старичок такой с усами, бородами и говорит царь, вы знаете, у нас в городе нету врача. Нету врача? Обязательно приведем врача. И на самом деле привели большого профессионала по просьбе этого старичка. И когда пришел врач в город, опять же сделали ему великий прием. Это то, что завершило, это то, что сделало город сейчас полноценным, окончательным на сто процентов. И опять же сам царь пришел участвовать в этом торжестве. И вдруг оказывается, что один из жильцов города не пришел. Начали выяснять, почему. Оказывается, что он больной. Он болеет, он лежит дома с температурой, он плохо себя чувствует, кто не может прийти. О, говорит царь врачу, о, врач, сейчас твоя возможность показать всем, какой ты умелец, какой ты молодец, какой ты профессионал, сейчас ты пойдешь и вылечишь этого больного. что произошло? Врач пошел в дом этого больного и вместо того, чтобы его вылечить, он его просто убил. Да, и было большое разочарование. И царь, сейчас это самое торжество, что пришел врач и так далее. Царь хотел наказать этого врача, уволить его и может быть даже еще какой-то штраф, это невозможно. Говорит врач царю, вы должны меня понять, ведь я же пришел жить сейчас в этот город и я единственный врач здесь. Если я сейчас вылечу этого человека, этого больного, что подумают все остальные жильцы, что есть здесь большой врач и можно делать все, что мы хотим, можно кушать, что мы хотим, можно вести образ жизни, как мы хотим, не нужно следить за здоровьем, не нужно ничего этого делать. Есть врач, у нас вылечит и все будет хорошо. Я специально убил этого больного, чтобы люди поняли, что мои способности, мои возможности не ограничены. Жильцы города должны следить за своим здоровьем, должны правильно кушать, должны правильно вести образ жизни. И поэтому я хотел передать эту идею как бы для еврейского, для вот этого города. То же самое было, когда было торжество восстановление Мишкана. Для чего был Мишкан? Мишкан был, конечно же, для того, чтобы Шхена спустилась более сильно в еврейский народ. Это первое. А второе, это чтобы приносить там жертвы, которые будут искуплять. Еврейские грехи, написанные, мудрецы нам рассказывают, что в Иерусалиме во время храма не было евреев, которые были с грехами, потому что утром искуплял утреннее жертва искупляла грехи вечера, а вечерняя жертва искупляла грехи, которые были в течение дня. Так, человек, который живет в такой обстановке, что все время его грехи искупляются. Он чувствует себя очень хорошо, так что такого я могу вести себя как хочу, ничего со мной не будет, потому что принесут жертву и искупят мои грехи. Для этого Всевышний показал нет. Даже надава Авиу, которые были на высочайшем уровне, их приравнивают мудрецы к Муше Яарону, и несмотря на то, что они сделали хорошую вещь, они же принесли жертву, они приняли воскурение, они хотели восхвалить Всевышнего в храме, и ничего им не помогло, все равно они получили смертельную казнь. Для этого нужно было это сделать именно в этот день, потому что потом это было бы поздно. И это то, что мы учим из смерти Надав и Авиу. Конечно, есть еще очень много вещей, но у нас мы каждый раз пытаемся найти что-то маленькое. Я вам благодарен, всего хорошего, удачи. Спасибо.